Здравствуйте, друзья! В восьмую неделю по Пятидесятнице читается Евангелие от Матфея из 14 главы, где рассказывается о чуде, в котором Господь насытил пять тысяч людей петухлебами. А дело было так, Господь проповедовал, исцелял больных, и получилось так, что Он уже находился вдали от селений, а за Ним следовала толпа народа. «Настал вечер, и приступили к Нему ученики Его и сказали, место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему, «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы». И тогда Господь берет эти пять хлебов и две рыбы, преломляет, 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 и у Него получается столько хлебов и рыбы, что Он насыщает все пять тысяч людей и даже еще истает. Это чудо насыщения огромной массы людей говорит нам, конечно, о всемогуществе Божьем, что Он, Господь, который из ничего создал этот мир, безусловно, может и пять тысяч людей петухлебами насытить. Но одновременно здесь говорится еще и о другом, о том, что эти люди имели такую жажду Слова Божия, имели такую тягу к святыне, такое желание быть со Христом, что забыли и оставили все. Свои дома, с хозяйством, со скотом и огородами. Забыли так, что даже уже из собой и есть-то ничего не взяли, и все не могли становиться, шли за Христом. И селение ближайшее уже позади, и уже они в пустынном месте, и вот уже и есть хочется и пить, но им не до того, чтобы взять и оставить Христа, и вернуться. И так же в нашей жизни бывает, когда мы оставляем, немножечко, может быть, даже пренебрегая, чем-то житейским, земным, сиюминутным, повседневным, ради того, чтобы пойти в храм, помолиться, почитать Евангелие, посетить немощных людей, утешить скорбящих. Когда мы на это Христораде находим время, то Господь наши житейские дела каким-то чудесным образом устроит. И огород будет палит, и белье перестеррано, посуда перемыто, и полы вымыты, и какие-то еще другие житейские дела. Все как-то все получится. Истальное все подчиняем духовному. Если мы будем прежде всего искать Царство Божие и правду Его, то истальное все у нас приложится. Вот о чем говорит сегодняшняя Евангелие. И я желаю вам, братья и сестры, чтобы вы никогда этой важной для нас истины не забывали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова